Власти Казахстана заявляют, что в целом восстановили конституционный порядок в республике. Алмата выглядит как настоящее поле боя. Общие цели и страхи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн приехала в Париж в честь начала председательства Франции в Евросоюзе. Рост заражения COVID-19 в мире продолжается на фоне снижения смертности, но антиковидные ограничения в Европе пока не ослабевают. Ушел из жизни Сидни Пуатье. Дипломат и известный актер. Первый темнокожий лауреат кинопремии «Оскар». Горящие машины и здания лужи крови на земле. Алмата выглядит как настоящее поле боя. В районах, где столкновения протестующих с силовиками были особенно жесткими, как сообщается, сооружаются блокпосты. Власти заявляют, что в целом восстановили конституционный порядок во всех регионах республики. Ранее президент Такаев назвал вспыхнувшие в стране волнения актом агрессии и объявил о проведении контртеррористической операции. Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Призывом казахстанских властей стрелять на поражение, обеспокоенные в Европе. Канцлер Германии Улов Шольц, комментируя ситуацию в Казахстане, заявил, Мы хотим повсюду защищать верховенство закона. Мы призываем к отказу от насилия и применения силы. И, конечно, это относится к тому, что не должно быть проявления насилия в отношении граждан. 2 января в ряде городов Казахстана начались акции протеста против резкого повышения цен на газ. Впоследствии манифестанты выдвинули политические требования. Через несколько дней демонстрации переросли в массовые беспорядки. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны обратился за помощью к ОДКБ. Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений. Они выполняют задачи по охране правительственных зданий, аэродромов, космодрома Байконур и других ключевых объектов инфраструктуры. Об этом заявили в Минобороны РФ и правительстве Казахстана. Вокруг казахстанской столицы Нур-Султана установлено шесть блокпостов для проверки транспортных средств. Совместно с правоохранительными органами Казахстана взят под контроль аэропорт Алматы. Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов. Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам РФ в поддержании законности и правопорядка. Участие в миссии наряду с другими членами ОДКБ принимают и белорусские военные. По словам Александра Лукашенко, у этой операции исключительно мирной цели. Мы проинформировали Организацию Объединенных Наций, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы люди мирные. И наши военнослужащие, также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им. Это первая миссия ОДКБ с момента создания организации в 2009 году. На Западе ставят под сомнение легитимность развертывания сил в Казахстане. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон хочет получить аргументированный ответ на вопрос о том, чем была вызвана такая необходимость. В Пантеоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн и президент Эммануэль Макрон почтили память отца основателя Евросоюза Жанна Моне и бывшего председателя Европарламента Симона Вейль. Это часть официальной церемонии передачи Франции Браст-правлений Европейским Союзом на следующие шесть месяцев. На совместной пресс-конференции Макрон и фон дер Ляйн поделились общими на ближайшие полгода целями и разделили озабоченность по поводу происходящего за пределами Евросоюза, в частности в Казахстане. Я с большим беспокойством наблюдаю за ситуацией в Казахстане. Права и безопасность граждан имеют первостепенное значение и должны быть гарантированы. Я призываю к прекращению насилия и к сдержанности. Европейский Союз готов помочь там, где это возможно. Обсуждая ситуации в Казахстане и на Украине, политики не могли не затронуть тему отношений с Россией. Макрон отметил, что Париж намерен строить диалог с Кремлем в тесной координации с европейскими партнерами. Я думаю, что Евросоюз должен вести диалог с Россией. Но вести диалог это не значит идти на уступки. В первую очередь диалог позволяет разобраться с нашими разногласиями для попыток построения будущего. У нас есть существующие санкции из-за украинского кризиса и вторжения в 2014 году. Они сохраняются. Но нам нужен диалог с Россией, которая в силу своей географии и истории является неотъемлемой частью этой европейской архитектуры безопасности, которую нам предстоит построить. Между странами-членами ЕС усиливаются разногласия не только по поводу отношений с Россией, но и по многим другим направлениям политики ЕС, которые стоят на повестке дня ближайших шести месяцев. Несмотря на ясное голубое небо в Париже сегодня и праздничную атмосферу по поводу начала председательства Франции в Евросоюзе, задача для Эммануэля Макрона и его команды будет сложной. И атмосфера за закрытыми дверями в следующие полгода не всегда будет столь радужной. Во Франции вспоминают жертв нападения на редакцию сатирической газеты «Шарли Эбдо». В седьмую годовщину теракта министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, мэр Парижа Анны Дальго и глава региона Ильды Франс Валерий Пекрец возложили венки у бывшего офиса из Дания в Париже. Памятная церемония также состоялась у места, где террористами был убит полицейский Ахмед Миробет. Ответственность за нападение на Шарли Эбдо взяла на себя группировка ИГИЛ. 7 января 2015 года двое исламистов, братья Саид и Шериф Куаши, ворвались в редакцию газеты и в упор расстреляли 12 человек. Это было месть за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Во Франции нападение было воспринято как покушение на самое дорогое – свободу слова. Среди жертв теракта были известные на всю страну художники и карикатуристы Шарбанье, Кабю, Валинский. Ковид-19 продолжает распространяться по всему миру. Но несмотря на рекордные показатели заражаемости – около 2 миллионов каждый день – уровень смертности снижается. К примеру, в Литве число ежедневных новых случаев заражения превысило 3800. И в ближайшие дни этот рекорд, скорее всего, будет побит. Но при этом число госпитализаций остается стабильным. Мы видим, что омикрон действительно доминирует. Разница в том, что пока мы не отмечаем тяжелых и сложных случаев. Их точно не стало больше. И самая важная информация заключается в том, что пока не увеличивается и число госпитализаций. Это означает, что большинство зараженных омикроном не нуждаются в госпитализации, так как симптомы довольно легкие. А в Германии премьер-министры всех 16 федеральных земель поддержали введение в стране обязательной вакцинации против коронавируса. Первые парламентские дебаты пройдут в конце января. На совещании глав регионов с канцлером Олафом Шольцем также было решено ужесточить правила доступа в рестораны и бары. Даже тем, кто прошел полный курс вакцинации или переболел ковидом, придется предъявить отрицательный результат теста. В то же время в Великобритании сотни военных направлены на службу в больнице на станции скорой помощи из-за нехватки медперсонала. В начале января в британских медучреждениях не хватало около 39 тысяч сотрудников, находящихся на самоизоляции из-за заражения или контакта с заболевшим. Это время года всегда напряженное, даже без ковид-19. И поэтому, если наложить всплеск заражений ковидом на обычную зимнюю нагрузку, получится чрезвычайная ситуация, которая поставила британское здравоохранение на военные рельсы. Ситуация во французских школах после выхода с рождественских каникул напряженная. По стране закрыты более 9 тысяч классов. Из-за возмущения родителей и учителей власти немного ослабили санитарный протокол в школах. Теперь при заболевании второго учащегося в классе в течение 7 дней другие дети не обязаны проходить три теста. Дипломат и актер Сидни Пуатье, первый темнокожий лаурядки на премии «Оскар» ушел из жизни в возрасте 94-х лет. Пуатье был гражданином США и Багамских островов. «Мы потеряли национальное достояние, героя, наставника и борца», – сказал заместитель премьер-министра Багамских островов Честер Купер. Умер любимый багамский актер и бывший посол, сэр Сидни Пуатье, – написал в твиттере министр иностранных дел страны Фред Митчелл. «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Полевые лилии» Пуатье получил в 1964 году. 23 года спустя Пуатье воплотил образ знаменитого борца с апартеидом Нельсона Малделлы в картине «Противостояние». Своей новаторской актерской деятельностью и борьбой с расовыми барьерами Пуатье проложил путь поколениям черных кинозвезд. В конце 80-х он практически удалился от киноиндустрии. В течение 10 лет Сидни Пуатье работал послом Багамских островов в Японии. Он также был постоянным представителем своей страны при ЮНЕСКО. Редактор субтитров А.Семкин